Мне пишет Ален, мозг и нервная система, как помочь? Я считаю, что у здоровья мозга есть несколько ключей. Первый ключ это постоянное обучение новому, второй ключ это движение, третий это саплименты, то есть все эти моменты, они влияют на то, как будет работать ваш мозг. Бодренько или сложненько. Это нервная система, когда истощена, когда есть супер сильные дефициты, когда есть проблема с усвоением, когда есть в общем много каких вопросов. Я считаю, что здоровье мозга полностью зависит от базы омега, витамины группы В, омега-3 жирные кислоты, витамин Д, суточный закрытый белок, пробиотики для кишечника. Мозг также очень сильно зависим от кислорода. Если кислорода недостаточно или много гликации, это тоже для мозга не очень хорошо. Следующее, что я считаю, что для мозга базовое, это ежедневная дотация по витаминам из питания первичное и уже потом какие-то такие моменты. Если есть проблемы с памятью, то можно там по копу, гинкобелогу, но нельзя все к одному свести. Во многих случаях это процесс и процесс обновления, восстановления и работы. То есть я называю базу пробиотики, аминокислоты, омега-3 жирные кислоты, что еще забыла, физуха, сон и мозг очень сильно зависит от электролитов, так же как и все тело. Вот это база. Остальное это уже вы можете себе там подкупать какие-то штуки, улучшающие, кровоснабжение, еще что-то. Но если вот такая база не закрыта, мозг любит холин. Если его недостаточно холина, мне говорят, ой, мой ребенок яйца начал есть, он и математику начал решать. Ну как бы да, потому что если он ест яблоко, у него просто простые углеводы и нет ничего, что его строит. То есть тут нужно исходить из таких хитрузных моментов. Поэтому жду вас в консультациях. Пока-пока.